Всем привет! Сегодня я затрону одну тему, которую мне уже, если честно, надоело затрагивать, ибо это дела минувших дней, и мне уже совсем не интересны. Но, поскольку люди все время спрашивают, придется ответить и, надеюсь, закрыть уже вопрос раз и навсегда. Этот вопрос — резюме. Как писать резюме, как его улучшить, как сделать так, чтобы из «мммм» получилась конфета. Расскажу на примере своего резюме, которое тоже, как у всех, начиналось с какого-то длинного, неинтересного, скучного и бестолкового письма, и постепенно превратилось в резюме, которое подошло для McKinsey, а потом еще после нескольких упорных итераций и для Стэнфордской бизнес-школы. Расскажу по порядку, какие я изменения делал, покажу, как менялись резюме, сравню их рядышком. Так что вы сможете потом свое резюме доработать и, надеюсь, больше не спрашивать о том, а как же сделать резюме. Надеюсь, что гайд будет суперподробный и закроет все ваши вопросы. Если вам гайд понравился, поставьте лайк, подпишитесь и напишите в комментариях огурец. Ну, или что-нибудь еще другое, напишите. Разумные комментарии и вопросы, конечно, тоже приветствуются, но напишите хоть что-нибудь. Меня зовут Виктор Рагуленко, это канал FLEZ. Поехали! Итак, начнем мы с моего резюме в университете, МГИМО. Вот оно перед вами. Что тут есть? Тут есть, значит, контактная информация, образование, всякие научные работы, курсовики, которые я писал, на какие конференции я ходил, какие курсы посещал, всякий опыт работы тут есть еще, стипендии. Я ведь заслуженный такой, трижды простуженный был студент. В общем, много всего. Skills. Вот так. Ну что, как вам резюме? Нравится? Подозреваю, что нет. И на это есть несколько причин. Расскажу тем, кто вдруг подумал, что резюме клевое. Смотрите. Во-первых, оно очень длинное. Никто ни за что на свете не будет читать вот такое вот резюме на три страницы про все мои research papers, про конференции и курсы, на которые я ходил, про мои грамотки, дипломы, стипендии. Никому это не интересно. Резюме должно быть одну страницу, не больше. С таким резюме, безусловно, подаваться в McKinsey или в бизнес-школу смысла нет. Поэтому я его значительно сократил. Дальше. Что еще не нравится в этом резюме? Ну, оно реально некрасивое. Посмотрите. Вот тут, окей, белым я тут убрал просто свою конфиденциальную информацию. А вот посмотрите на раздел образования. Какая-то тут непонятная таблица с гранями некрасивыми. Тут таблицы никакой нет. А тут опять есть. Тут снова нет. В общем, форматирование явно не систематичное. Окей, жирным что-то подсветил, конечно. Тут опять таблица появилась. Буллиты в таблице. Непонятно, в общем. Красоты здесь явно нет. Если бы Артемий Лебедев смотрел мое видео, скорее всего, он бы блеванул. Окей, красоту тоже надо навести. Чего еще не хватает? Не хватает, конечно, всяких бренд-неймс. Крутых компаний, крутых универов, чего-то еще, что может привлечь внимание. В принципе, вот тут есть... Тут есть МГИМО. Да, но я его даже не выделил. Удивительно. Это вроде какой-то такой бренд-нейм. Более-менее крутой. Остальное все... Окей. Школа. Но школа это вообще давным-давно было. Никакой компании тут нет. А, Юнгстад, в котором я был там 7 дней. Какого-то бренда компании, в которой я работал, какой-то крутой стажировки у меня здесь нет. Ну вот был Ситибанк, но и то непонятный какой-то кредит риск менеджмент. Непонятно, как, например, релеванто для Макинзи или там для бизнес-школы. Ну, собственно, все. Окей, тут есть еще экстракуррикулер активитиз, но это явно не бренд. Клуб дебатов МГИМО, ну, непонятно, насколько это бренд. В общем, в результате единственный бренд, который здесь есть в резюме, это МГИМО. Но если хочешь подаваться в универ или в компанию, где ценят бренды, потому что это сама компания или универ, крутой бренд, то нужно показать и свои бренды тоже. У меня здесь ничего нет. Поэтому, конечно, рассчитывать намного с таким резюме не стоит. Но и тем не менее, это резюме помогло мне пройти отбор в Баконе, где я успешно поручился 2 года и свое резюме несколько улучшил. Поэтому следующий шаг, уровень, так сказать, 1, это резюме после Баконе. Смотрите. Вот мое резюме после Баконе. Ну, изменения налицо. Сразу видно, что оно стало на одну страницу, посимпатичнее, и какие-то ключевые вещи уже тут подсвечены. Давайте на них посмотрим. Ну, тут есть уже бренд Неймс, что называется, Бакони. Потом, что тут есть? Миннесота. Ух ты, университет Миннесоты. Тоже неплохо. МГИМО выделил жирным, наконец-то. Да, тоже заслуживает внимания как бренд. Work Experience. Ну, какой-то ресерч. Потом какой-то фриланс-переводчик. Ну, опять тот же самый Ситибанк трехмесячный. Причем не то, что какой-то суперкрутой отдел. Part-time analyst какой-то вообще неизвестной компании. В общем, резюме стало лучше. Оно стало короткое. В нем появились бренд Неймс университетов. У него есть теперь Extracurricular Activities. Кстати, МГИМО Дебейт Клаб как Extracurricular Activity, а не как опыт работы. Очень себе неплохо смотрится. В итоге с этим резюме я уже смог пройти отбор в McKinsey. Но на этом уровень один заканчивается. Следующий уровень – это резюме для бизнес-школы. Когда у меня уже появится какой-то опыт, мне будет о чем рассказать с бизнесовой точки зрения, но и отбор будет гораздо жестче в Стэнфордскую школу бизнеса по сравнению с McKinsey. Посмотрим, как я приступил к этому отбору. А вот мое резюме в McKinsey. То, как я его начал готовить к Стэнфордской школе бизнеса. Что здесь есть? Здесь есть уже более серьезный такой work experience. Посмотрите, тут McKinsey прибавился. Education, в принципе, все то же самое. Миннесота, Бакони, МГИМО. Personal Interests – это как раз Extracurricular Activities здесь затесались. В общем, опыт – ключевая штука в этой части. Казалось бы, вот он есть, опыт в McKinsey. Есть универы какие-то неплохие. Наверное, в Стэнфорду уже достаточно этого отправить и возьмут. Но нет, как бы не так. Так, желающих поступить в Стэнфорд, в том числе из стройки, в том числе из McKinsey, просто пруд-пруди каждый год. Наверное, только среди моих товарищей, которые со мной работали в московском офисе, было человек 10, кто подавался в Стэнфорд. Стэнфорд, конечно, не резиновый и всех взять не может. Он из России возьмет там человека 2, ну максимум 3. И вряд ли они все будут консультанты, вряд ли они все будут из одной компании. Поэтому, безусловно, это резюме нужно как-то улучшить. Вопрос, а что же здесь можно улучшить? На самом деле много. Но первое, что бросается в глаза, это от резюме возникает ощущение, что я не люблю свою работу и мне как-то стыдно про нее рассказывать. Посмотрите, что я пишу как достижение, что я написал 100 холодных имейлов. Сделал 5 проектов Due Diligence. Слайды, получается, рисовал, что ли. Построил финансовую модель. Сделал фокус группы. Ну, такое ощущение, что я не хочу рассказать что-то более яркое и интересное про свою работу. Как будто бы реально я стесняюсь Макинзи. И это ощущение, оно будет читаться и в бизнес-школе. Да, собственно, кем угодно оно будет читаться. Про свою работу нужно рассказать ярче и интереснее. А именно, добавить всякие детали. Рассказать больше про разные проекты. Не писать, что там было 5 Private Equity Due Diligence. А рассказать про отдельные проекты, которые там были. И какой был у них результат, например. Что мы привнесли к клиенту, кроме как слайды мы нарисовали. Чем мы ему помогли. Вот эти детали обязательно нужно рассказать, показать, что мне интересно писать про свою работу. Потом, в резюме никак не отображается какой-то career progression, карьерный рост. Стоит у меня Senior Business Analyst с 2013 года по текущей на тот момент времени. Так и стоит. Ну что, получается, я не рос все это время. А другие кандидаты в Стэнфорд, безусловно, росли. И они переходили с позиции на позицию, получали повышение. И так демонстрировали, что они явно карьероориентированные и успешные люди с точки зрения роста. У меня ничего этого нет. Но это на самом деле не так, потому что у меня были повышения в ранковых McKinsey. Я просто указал свою самую последнюю формальную должность. Но откуда же это знают в Стэнфорде? Нужно расписать. И, соответственно, второй пункт улучшений по резюме – это расписать мои career progression, карьерный рост в рамках McKinsey. Третье. Очень много места уделяется образованию. Посмотрите. Треть, если даже не 40% резюме – это образование. Ну, камон. Это может быть окей, когда после универа только идешь на работу. После бакалавриата, магистратура, как было, собственно, в первой версии резюме. Это может быть окей, когда только закончил MBA и устраиваешься на работу. Там тебе хочется рассказать про MBA. Но я работал уже два года в McKinsey на тот момент. Зачем мне так мало рассказывать про McKinsey и так много рассказывать про образование? Непонятно. Соответственно, в следующем итерации это все дело мы, ну, выкинем неправильно сказано, сократим. Ну, кроме того, еще один пункт – это то, что здесь очень много всяких старых вещей. Ну, посмотрите. Вот это вот стажировка в 2010 году. А дело было в 2015 уже, когда я писал резюме. Ну, неинтересно. Самый аналлист опять в Ситибанке. Тоже кажется, что этот опыт уже нерелевантен. Нужно больше рассказать про McKinsey. Потом, всякие проекты в универе. Тоже уже неинтересно. Потом, подобный рассказ про футбол. Тоже кажется, уже нерелевантен. Можно выкинуть в угоду подробный рассказ про работу. Еще одна важная штука, которой не хватает в текущей версии резюме – это так называемый Second Profile. Который показывает, что я не только консультант, но еще и какой-то интересный человек. Что я делаю еще что-то помимо консалтинга и через это раскрываюсь и также развиваюсь. У меня такой проект был. Это компания Trace. Ну, как компания. У нас было там три человека с друзьями. Где мы помогали студентам готовиться к консалтингу, готовиться к магистратурам. В принципе, что-то похожее на то, что Fless сейчас делает. Мне это жутко нравилось, но в резюме я это почему-то не включил. При этом, это большая характеристика, большая часть меня, через которую я также рос. И в Стэнфорде такие штуки ценят. Просто консультантов там очень много. А консультантов с каким-то интересным, ярким, растущим Second Profile уже не так много. И вот этот Second Profile, безусловно, надо добавить. И я его в следующую итерацию, конечно, добавлю. Ну, еще стоит добавить IT Skills. То, что мне рассказывали выпускники Стэнфорда, что в Стэнфорде очень ценится IT тематика. И нужно показать, как ты с ней связан. А я ведь действительно с ней связан. Я очень много занимался программированием в школе. И про это стоит рассказать. Собственно, расскажу про это как раз в следующей итерации. Вот таким образом набралось уже достаточно много правок. В это, казалось бы, неплохое резюме. Теперь посмотрим, что с этими правками произошло и как они поменяли резюме. А вот, смотрите. Тут уже получше стало. Обратите внимание. Макинзи уже вот сколько места занимает. И рассказ уже не такой заунывный и печальный, а вполне себе интересный. Если посмотреть на мои достижения, кажется, что... О, нифига себе! Вот это ты крутой чувак! А я не изменился с тех пор, как я резюме переписал. Разница между левым резюме и правым, ну, типа, недели. И посмотрите, как впечатление меняется. Сюда добавился и Trace. Мой second profile. Моя такая предпринимательская деятельность. Добавилось, смотрите, программирование, которым я занимался очень-очень давно. Казалось бы, ну, это нерелевантно, но все-таки более яркого программистского опыта у меня не было. А этот опыт достаточно яркий. Я вполне себе мог стать потом программистом, пойти на мехмат, например. Поэтому здесь это покажем, несмотря на такой давний опыт. Универы подсократили. Смотрите, я совсем выкинул Миннесоту, потому что у меня не было диплома Миннесоты. Я учился в Миннесоте по обмену. Следовательно, достаточно написать... Ой, я даже, кажется, выключил это отсюда. Ну, да ладно. Да, Миннесоту я совсем в итоге отсюда выключил, потому что кажется, что международного опыта все равно достаточно. Можно обойтись и без года в Америке. Что здесь еще произошло? Вот, additional interest. Interest. Смотрите, как сократился. Вот это вот все про футбол ушло сюда. Про дебат клуб оставил, потому что это интересный опыт, как организаторский, так и просто студенческий. Поэтому здесь я его написал. Но опять же, одной строчкой максимально сжав. Идея в том, чтобы максимально сжать все менее релевантное и максимально подробно показать все более классное. Вообще важно, чтобы в резюме каждое слово имело вес и могло повлиять на читателя, как-то его впечатлить или составить, в общем, кусочек целостной важной картины. Лишних слов не должно быть в резюме. Поэтому я старался максимально сократить все, что не нужно. Кажется, уже неплохо, да? Но на самом деле и здесь есть над чем поработать. И сейчас я вам расскажу. Во-первых, нужно отсортировать весь опыт, в том числе опыт работы, в хронологическом порядке. Соответственно, trace поставим наверх. Это более поздний опыт. Более ранний уйдет вниз. Даже несмотря на то, что это McKinsey. Мы все говорим, что важно использовать числа quantitative achievements, так называемые, в резюме. Но иногда получается слишком много. Когда цифр слишком много, как здесь, читать становится тяжело. Поэтому некоторые вещи стоит подсократить. Например, вот этот вот successfully prepared 15 hires. Можно подсократить. Слишком много чисел же у меня и так там ачивок достаточно. Не будем перетягивать внимание читателя на какие-то второстепенные вещи. Кроме того, IT-навыки. Здорово, что я их добавил, но в целом их можно отправить в additional activities. Вот сюда вот. Как и всякие волонтерские начинания из McKinsey, например. Здесь у меня где-то было. Важно добавить GPA в образование, особенно если GPA хороший. У меня был очень хороший GPA во всех универах. Я тот еще ботан. Это стоит написать. Также read diploma не всем понятно. А вот GPA добавить стоит. И ranking, например, что я там был первый из кучи студентов по рейтингу в университете. Тоже стоит вывести на первый план, чтобы сразу бросалось в глаза. Опять же, каждое слово должно нести смысл. И очевидно, ranked one first out of 900 students больше вес несет и лучше впечатлит, чем read diploma, который не всем в приемной комиссии в американском универе может быть знаком. Вот таким образом еще одна итерация заработок имела место быть. И посмотрим теперь, что получилось в финале. А вот это уже мое финальное резюме, с которым меня взяли в Stanford. Кстати, правок, конечно, было гораздо больше, чем те, которые я сейчас рассказал. Но самое важное я вам показал. А количество итераций, наверное, вряд ли вы захотите смотреть 15 или 20 итераций моего резюме. Но заметьте, итераций должно быть много, поэтому готовьтесь резюме доправлять и полировать. Вот таким образом, как я показал. Потому что разница есть. И эта разница видна и вам, и приемной комиссии, будь то в бизнес-школе, будь то в компании типа McKinsey. Кстати, если кому интересно, я скину PDF-версии этих всех резюме, так что вы можете посмотреть дома, близко и разобраться. Надеюсь, вам было полезно и надеюсь, теперь уже вопросов о резюме не осталось. Но тем не менее, если вдруг все-таки что-то хотите спросить, пишите в комментариях. Я надеюсь найти там что-то интересное, кроме огурцов. И я постараюсь на все ответить. Ну и, конечно, лайкайте, подписывайтесь. Кстати, подписывайтесь еще и на мой англоязычный канал. Там есть куча клевых, интересных вещей про консалтинг, что сейчас нету на русскоязычном канале. На этом все. Спасибо, что смотрели и до скорого. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok